Военный флот Таиланда эвакуирует туристов с затопленных островов до россиян. Дело пока не дошло. Старейшая бездомная России в свои неполные 120 Мария Шанова все еще ждет очереди на жилье. Кипитку бы сделай мне! Зайдите вы отсюда, Господи, как вы надоели все! Органы опеки разлучили многодетную семью и не хотят объяснять почему. Хорошо, хоть детей вернули. Моленькая ты мой маленькая. Пойдем. Ученые назвали это фото историческим. Самую маленькую планету Меркурий впервые сняли из космоса. Принц Гарри нацелился на Северный полюс. Я готов к трудностям и к долгим переходам на лыжах, и к ночевке в палатке на морозе минус 40. И все это, чтобы собрать миллион фунтов для солдат-инвалидов. Это Пятый канал, программа «Сейчас». С вами Ольга Кокорекина. Виталий Лукашев, здравствуйте. Сыну генпрокурора России Артему Чайке придется отвечать на неприятные вопросы следователей по делу об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Как пишет коммерсант, Чайку-младшо подозревают посредничество между владельцем подпольных казино Иваном Назаровым и прокурорами области. По сведениям газеты, показания против сына Юрия Чайки дал анонимный свидетель. В генпрокуратуре эти предположения уже назвали бредом. Дело о крышевании нелегального бизнеса получило широкий резонанс. Сотрудников прокуратуры Московской области уличили в слишком тесных связях с бизнесменом Иваном Назаровым. В феврале против него завели уголовное дело, но через несколько месяцев прокуратура это дело закрыла. Сейчас суд рассматривает очередную жалобу на действия прокуроров. Ну, следователи наведались сегодня и в префектуру Центрального округа Москвы. Они изучают документы и опрашивают сотрудников. Ризит связан с деятельностью нескольких управляющих компаний столицы. Против них возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств. Префектура также работает в штатном режиме. Проводятся рабочие группы, совещания, коллегии. То есть, в принципе, работа ведется в нормальном абсолютно русле. Ничего не происходит такого, что вот могло бы вызвать такой повышенный интерес общественности. В это же время обыски проводят в управах двух районов округа Басманом и Арбате. Именно там работали недобросовестные управляющие компании. Циничное преступление, последствия которого только предстоит оценить, совершено в Петропавловске-Камчатском. Неизвестный браконьер расстрелял морского льва на лежбище. Мало того, что животное занесено в Красную книгу, так еще и пляж, на котором обитают ластоногие, расположен прямо в городе. А таких уникальных мест, где морские львы соседствуют с человеком, в мире всего четыре. И вот теперь на Камчатке опасаются, как бы не убавилось этих мест, ведь перепуганные морские обитатели могут просто уйти из города навсегда. Данил Горчаков подробнее. Сейчас на лежбище редчайших морских животных сивучий о ночной расправе почти ничто не напоминает. Хотя гигантские звери еще заметно нервничают при появлении человека. А еще пару дней назад эти краснокнижные животные подпускали к себе любого прохожего. Только кто-то из местных такой доверчивостью воспользовался со злым умуслом. Группа людей проникла на лежбище и произошел небывалый, даже не знаю, как его назвать, случай, когда был отстрелян самец, взрослый, здоровый, зверь. Вот этот человек добыл зверя, срезал часть мяса у него с собой, всего 30-40 килограмм, бросил тушу. При этом было распугано все лежбище. Ученые объясняют, случаи, когда осторожные морские львы селятся рядом с людьми, можно пересчитать по пальцам. Лежбище этих гигантов есть только в пригороде сахалинского города Невельска, в Америке, под Сан-Франциско и в Сиэтле, да еще на заброшенных пирсах, в бухте Моховой, Петропавловска-Камчатского. Уникальное лежбище Сивычи посреди жилых кварталов защитники природы много раз пытались объявить особо охраняемой территории. Но у местных властей на это не хватало то ли денег, то ли желания. Основная проблема – это недостаточная охрана территории, все-таки режимный объект. И получается, есть доступ посторонних лец, которые могут в вечернее время пройти сюда и неконтролируемо совершать какие-либо действия. Поисками браконьера, который убил животное из Международной Красной Книги, сейчас занимаются правоохранительные органы. Правда, шансов найти виновника расправы почти никаких. Места по ночам здесь совершенно безлюдные. Экологи всерьез обеспокоены, что охотники вернутся и попробуют отстрелить еще нескольких животных. Тогда стая испуганных млекопитающих может просто уйти в открытое море, побросав неготовое к дальним странствиям потомство. И вряд ли редкие звери когда-либо вернутся к городскому берегу, который вдруг стал настолько опасен. Данил Горчаков, Виталий Гордеев, 5 канал, Камчатский край. В Таиланде на острове Самуи, который охвачен сильным наводнением, остается около 600 россиян. Местный аэропорт до сих пор не работает и люди не могут покинуть курорт. Спасателям удалось совершить два экстренных рейса, но о регулярном авиасообщении говорить пока рано. На Самуи проблемы с электричеством, света нет на большей части острова, плохо работает интернет, мобильная связь, стремительно пустеют полки магазинов, продукты и питьевую воду сюда завозят с материка. Но местные жители и туристы трудности переносят стойко. Сегодня уже не настолько сильный ливень, не настолько сильный ветер, но дожди продолжаются. Уровень воды, безусловно, поднялся и на море. Часть дороги затоплена, это факт. В аэропорту сидят только жители, только туристы, которые ожидают срочных вылетов. Все остальные находятся в безопасных местах в отелях, которые находятся пока в гарантированной спокойной зоне. В Ростуризме уверяют, жизни россиян ничто не угрожает, тем более, что к эвакуации иностранных туристов с острова приступили военно-морские силы Таиланда. Тем временем синоптики новостями не радуют. Погода на Самуи улучшится не раньше, чем через два дня. Ливийские повстанцы покидают города Марс-Эль-Брега и Рас-Лануф и отступают на восток, Бенгази. Правительственные войска перешли в контрнаступление. Они используют танки и артиллерию, что привело к панике среди мятежников. Еще два дня назад оппозиция заявляла о скором взятии родного города Каддафи-Сирта и продвижении вперед на столицу Триполи. Сейчас повстанцы вынуждены спасаться бегством. Им не помогли даже военно-воздушные силы США, которые вывели из строя три ливийских катера береговой охраны. В этих условиях в Вашингтоне рассматривают другую стратегию поддержки. Президент Барак Обама в телеинтервью заявил, что Америка готова вооружить оппозицию, только пока не знает как. Я думаю, будет честным заявить, что если бы мы хотели поставлять оружие в Ливию, то, вероятно, могли бы это сделать. Мы ищем для этого любые возможности. Но в данный момент международное сообщество объявило над Ливией бесполетную зону, так что доставить оружие мы не можем. По российским МИДе эту инициативу восприняли в штыки, поскольку она противоречит резолюции Совета Безопасности ООН. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что целью резолюции была защита мирного населения, а не его вооружение. А президент Венесуэла Угачаев в сходе визита в Аргентину назвал происходящее в Ливии новой формой колониализма. Он призвал латиноамериканские государства осудить распоясавшееся НАТО. Нам тоже не нужны войны. Мы не хотим, чтобы на нас также падали бомбы. Нам не нужны иностранные элементы, которые нарушают течение нашей жизни и помещают развитию народов, населяющих Южную Америку. Эту речь поддержала и аргентинская коллега Чавеса Кристина Фернандес. Она раскритиковала так называемые центры цивилизации, которые на свое усмотрение начинают бомбить другие страны. На одном из крупнейших российских авиационных заводов в Иркутске выясняют причину нештатной ситуации. Во вторник из трубы предприятия шел желтый дым. Его можно было видеть во многих районах города. На заводе произошел выбросок кислого азота. В резервуар с шестью тоннами кислоты попала охлаждающая жидкость. Сразу же началась химическая реакция. По данным регионального МЧС опасности для населения города нет. Авария на японской АЭС становится все масштабнее. Сегодня повалил дым с Фукусимы-2. Это в нескольких километрах от первой станции. С нештатной ситуацией удалось справиться довольно быстро. Выяснилось, что дым шел из электрораспределительного щита. По-прежнему тревожной остается ситуация и на Фукусиме-1, где повреждены 4 из 6 энергоблоков. Глава компании оператора АЭС Масатака Семидзу уже несколько недель не появляется на публике. Журналисты даже предположили, что он покончил жизнь самоубийством или бежал от ядерного кризиса за границу. Эти слухи развеяли представители компании. Президент Семидзу заболел и ночью был госпитализирован. Как временно исполняющий его обязанности, я хотел бы принести извинения за то, что он не проводил пресс-конференции с 13 марта. Чтобы предотвратить распространение радиации, реакторы собираются накрыть колпаками и специальной ткани. При этом не исключено, что по завершении всех работ на станции придется вывести из строя все 6 реакторов. О такой возможности заявил сегодня генсек кабинета министров Японии Юкия Идана. По его словам, настранения в правительстве именно такие. Император Японии Акихито посетил сегодня в Токио один из центров для пострадавших от землетрясений и цунами. Акихито приехал вместе с супругой Митико. Первым делом они поговорили с теми, кто находится в центре с первых дней катастрофы. Только здесь живут около 300 эвакуированных. В основном из окрестностей Фукусимы. Всего Сихия оставила без домов сотни тысяч японцев. Всплеск негативного отношения к ядерной энергетике, который сейчас наблюдается в мире, российские атомщики преодолевают наглядно, демонстрируя систему безопасности АЭС. Под Петербургом на Ленинградскую атомную станцию пригласили журналистов показать, что ни землетрясения, ни наводнения здесь не боятся. А кое в чем определили и японцев с американцами, которые строили станцию в стране восходящего солнца. Репортаж Инны Чукиной. Радиофобию, охватившую сейчас весь мир, российские энергетики предлагают лечить экскурсиями на АЭС, чтобы все, кто боится аварии и радиации, своими глазами увидели работу установок и их системы безопасности. На Ленинградской АЭС, как и по всей России, после горького опыта Чернобыля, нормы безопасности сильно ужесточили. Сейчас степень защиты отечественных реакторов выше требований МАГАТЭ. Одна из серьезных мер безопасности на российских АЭС – это система эшелонов. То есть в случае аварии, чтобы радиоактивный газ или частицы не вышли за пределы энергоблока, были созданы физические барьеры. Здесь таких эшелонов 6 штук. А если при чрезвычайной ситуации выйдет из строя основная система охлаждения реактора, то сработает так называемая пассивная установка. Она существует независимо от энергосистем станции и через считанные минуты вода снова будет охлаждать реакторы. За две минуты, пока система обеспечивает подачу воды на расхолаживание зоны, разворачиваются системы безопасности, которые обеспечивают энергоснабжение и обеспечение техническим водоснабжением дизелей. А дизеля, дизель-генератор уже обеспечит работоспособность всех насосов, участвующих в длительном расхолаживании. Пассивная система, которая сейчас есть почти на всех АЭС России, упростила бы и работу ликвидаторов на Фукусиме. Но по японским нормам она не считалась обязательной. Российские же атомщики уверяют, те станции, которые сейчас работают, выдержат и землетрясения, и наводнения, и даже падение самолета. Ученые стараются просчитать возможные чрезвычайные ситуации. Теперь будет учтен и японский опыт. Я еще раз говорю, пересматриваются подходы в Росатоме на различные сочетания самых экзотических ситуаций сегодня. И такой анализ предварительно мы провели, и дополнительные мероприятия мы будем проводить. 20% электроэнергии на рынке России – доля атомных станций. Отказаться от использования ядерных установок в нынешней экономической ситуации практически невозможно. А чтобы атомная энергетика не ассоциировалась с чем-то разрушительным и бесконтрольным, Росатом предлагает создать общественные комиссии, в которые войдут ученые, экологи и россияне, желающие убедиться в безопасности АЭС. Инна Чукина, Александр Зимцов, 5 канал. В Воронеже пенсионерка, которая задержали за кражу двух глазированных сырков из местного супермаркета, скончалась от сердечного приступа прямо в комнате охраны. На съемках камеры наблюдения, установленной в магазине, видно, как пожилая женщина подходит к кассе, расплачивается за хлеб, молоко и направляется к выходу. У двери ее задерживают охранники и требуют пройти с ними в служебное помещение. Там просят показать содержимое пакетов и вывернуть карманы. Пенсионерка выкладывает на стол пару глазированных сырков по 5 рублей за штуку и признается, что только что их украла. Финал не оставляет сомнений, женщине становится плохо. В 12.45 поступил вызов, буквально через 10 минут бригада уже была на вызове, только лишь пришлось констатировать труп до приезда. Пока пенсионерка медленно умирала, охранники продолжали заниматься своими делами. Один из них лишь не давал женщине упасть на пол, другой пытался привести в чувство нашатырным спиртом. Сейчас все обстоятельства трагического случая изучают следователи. Старейшая жительница Карачаева-Черкесии, а может быть и всей России, осталась без жилья. Бабушка Маша, которой 119 лет, живет в горном ауле и просит построить ей хоть какую-нибудь лачугу. От собственного дома, а его смыло оползнем, осталась одна печь. Но бумаги долго ходят по инстанциям, а местные жители уже готовы скинуться на строительство. Из аула псыж, передает Семен Еремин. Вот дома бы хотели у себя в доме жить? У своем очень хочу. Бедная, она сюда приходит. И кипитку бы сделали мне. Ответ как безусловный рефлекс. Как бы не подводили бабушку Машу память слух и зрение в ее 119 лет. Кому же я нужна? Все, мама, успокойся. Узнав, что в гостях телевидения, Мария Спиридоновна сильно расчувствовалась. Пока младшая дочь Римма ведет маму отдыхать, старшая Леля проводит экскурсию по руинам. Вот это вот все туда, вот так вот. Начало этот вот так. И фундамент, сразу вот этот фундамент бетоном лежал. И этот бетон, бог. Так стены тряс оползень 2002 года. Река Кубань разлилась и подмыла овраг, который прямо за огородом. Было бы удивительно, если бы саманная постройка 30-х годов устояла. В воде некуда идти, город построил дамбу, близко к аулу. И вода уносит аул потихоньку, системно. Бабушка Маша долго отказывалась покидать аварийный дом. Это фото сделано спустя пару лет после оползня. В год, кстати, когда она стала почетным членом Единой России. Ее сын Валико все собирался заняться ремонтом, даже блоки приготовил. Но потом внезапно умер. Ну, видимо, ее вот это как раз подкосило и здоровье. Она была у нас очень, ну, такая бодрая. Пришлось переехать в соседний дом к детям. Но ежедневно она навещает ветшающий на глазах свой угол. За этой трогательной сценой через окно частенько наблюдает сосед. Он сюда обходит и сюда заходит час, час, два часа она там. Что она там делает, я не знаю. Дом для проживания непригоден, и это факт. Но вот огонь в тесной печурке все еще вьется. Только представьте, настоящая русская печь, хоть и плохонькая, в Абазинском ауле, в самом сердце Карачаева Черкесии. Когда Мария Спиридоновна грустит особенно сильно, дочери приводят ее сюда и помогают испечь хлеб. Порой говорят, это единственный способ унять тоску бабушки по родному дому. Строение признано экспертизой нежилым три года назад. На бумагах подпись еще главы Прикубанского района, из состава которого аул перенесен в Абазинский. Кто теперь должен платить по счетам выставленным оползнем, разобраться непросто. Бабушка стояла уже на очереди, вопрос не решился. Вопрос уже был подставлен в 2008 году. Я пригласил по телевидению, потому что это была последняя надежда моя решить вот этот вопрос, данный вопрос. Если не получится, мы как в старину с молодым председателем решили вместе собраться всем аулом и построить, достроить этот дом, привести ее в порядок. Сабыда Евгомуков во власти человек новый. Раньше обучал мальчишек боксу. Сейчас, говорит, расплетать бюрократические узлы нет времени. Намерен собственным авторитетом поднять сержан строительства. Даже срок определил 120-летний юбилей русской бабушки аула. Семен Еремин, Антон Крацов, Алексей Кончаров, 5 канал, Карачаево, Черкесия. Дмитрий Медведев сегодня пополнил свою коллекцию фотографий. Сделал несколько далеко не рядовых снимков на Магнитогорском металлургическом комбинате. Президенту показали, как производят сталь в этом цеху, самом продуктивном мире. В гигантскую емкость залили почти 400 тонн расплавленного чугуна. Процесс настолько впечатлил главу государства, что он щелкал почти не переставая. В Магнитогорск Дмитрий Медведев приехал, чтобы провести совещание по модернизации экономики. И в первую очередь там обсудят проблемы инженеров. На комбинате президенту рассказали, что охотно берут молодых специалистов на практику, а потом и на работу. Медведев поинтересовался, сколько платят. Как рассказали президенту, сами рабочие и квалифицированные специалисты получают 40-50 тысяч рублей в месяц. Но так обстоят дела далеко не во всех регионах. Совещание, посвященное проблемам подготовки инженеров, проходит буквально в эти минуты. Одна шестая всех территорий России на грани экологической катастрофы. Такие цифры сегодня привел Владимир Путин на совещание по состоянию окружающей среды. Как добавил премьер, дальнейшее бездействие может привести к необратимым последствиям для природы. Чтобы предотвратить это, глава правительства предложил принять целый ряд мер. Для предприятий, нарушающих экологическое законодательство, увеличат штрафы. И наоборот, заводы, которые активно вкладывают средства в чистые технологии, будут поощрять. Главная задача, по словам Владимира Путина, найти баланс между развитием и сохранением природных территорий. Безусловно, нужно избавляться от грязных производств, обеспечивать высокие экологические стандарты, предъявлять жесткие требования к нарушителям. Мы такую работу должны вести последовательно. Но при этом нельзя создавать новые административные барьеры в экономике. Нам нужен реальный, позитивный результат. Эффективная работающая система, не создающая дополнительные проблемы для бизнеса. Но при этом эффективно обеспечивающая экологическое благополучие. Штрафы для заводов, загрязняющих природу, будут увеличивать постепенно. А к 2020 году деятельность таких предприятий будут попросту ограничивать. Минприрода также разработала целый ряд законов, которые касаются хранения, переработки и утилизации отходов. Мы вернемся после рекламы. Смотрите во второй части выпуска. Ученые назвали это фото историческим. Самую маленькую планету Меркурий впервые сняли из космоса. Принц Гарри нацелился на Северный полюс. Я готов к трудностям и к долгим переходам на лыжах, и к ночевке в палатке на морозе минус 40. И все это, чтобы собрать миллион фунтов для солдат-инвалидов. Это пятый канал, программа «Сейчас». Мы продолжаем. В Нижнем Новгороде благополучно разрешилась весьма странная семейная драма. В родной дом вернулись трое детей, которых отобрали у родителей органы опеки и попечительства. Чиновники решили, что малышам дома плохо. Поместили их в больницу, а мать с отцом даже на порог не пускали. Восстановить, пусть не богатые, но вполне благополучные семьи удалось лишь после вмешательства прокуратуры. Репортаж Айрата Галимова. Ходили, боролись. Все-таки мы достигли того, что мы выиграли. Они идут в больницу забирать детей. Две недели их здесь даже на порог не пускали. Дочерей и сына только в окно видели. Теперь все изменилось. Врачи – сама любезность. Нам их привезли, мы их отмываем, мы их откармливаем, мы ухаживаем, оказываем по необходимости медицинскую помощь. Еще 15 минут на оформление документов, мол, теперь претензий к больнице нет, и вот она, долгожданная встреча. Маленькая ты моя маленькая. Пойдем. Евгения Шохина – бывшая воспитанница детского дома. Полноценной семьи в детстве у нее не было, зато сейчас у девушки семья большая. Муж, сын Матвей. Одевать шапочку давай. И дочери двойняшки – Маша и Даша. Полтора года проблем с надзорными органами по опеке у молодых родителей не было. Небогатые, но вроде справлялись. Однако в этом году чиновники вдруг заявили – семья неблагополучная. И 11 марта отобрали детей. Операцию по изъятию чиновники провели, как в детективном фильме. Женю вызвали в собес. Пока держали в приемной, домой явились специалисты. И забрали детей у родственника, который оставался в качестве няньки. После этого маму заставили написать заявление, что сама попросила – временно поместить малышей в дом ребенка. Иначе пригрозили вообще не вернут. Документ нужен был чиновникам для защиты от общественного мнения. Да идите вы отсюда, Господи, как вы надоели все. Дайте вот вам, читайте. Биби, все ваше, зайка. Вернувшись домой, Матвей нашел новую машинку. В квартире теперь много перемен. Родители сделали ремонт, закупили дополнительную мебель. То есть вот здесь будут спать Маша с Дашенькой, а вот здесь будет спать Матвей. Появился и холодильник, а в нем продукты про запас. Чиновники говорили, что этого как раз и не хватает больше всего. Сырки, молоко, потом творог есть. Все это не только помощь сочувствующих жителей Дзержинска. Деньги присылали со всей страны и даже из-за границы. Родители теперь говорят, тогда их начальники застали врасплох. Впредь этого не допустят. Это не повторится больше, потому что я больше детей своих не отдам. Потому что их буду воспитывать я, а не какой-то там у вас моя больница или там еще кто-то. Проконтролировать ситуацию пришлось даже в прокуратуре. Оказалось, больших проблем с заботой о детях здесь не было. А повели так себя органы опеки, вероятно, ради статистики. Это изъятие малышей из якобы неблагополучной семьи могло стать дополнительной галочкой в отчете. Сейчас социальные работники приходят в дом уже с другими целями. Чтобы она написала заявление материально помочь, что как бы многодетная мама детям помочь в продуктном питании. Отбирать малышей пообещали, больше не будут. Наоборот, теперь-то их в детский сад наконец-то устроят. И саму Женю там же примут на работу, чтобы они больше не расставались. Айрат Галимов, Марат Зайдулин, 5 канал, Дзержинск. Ученые получили первые фотографии поверхности Меркурия, снятые с орбиты. Их передал искусственный спутник самой загадочной планеты Солнечной системы. На снимке в верхней части виден окруженный светлыми лучами кратер Дебюсси. Внизу район планеты, который никогда прежде не наблюдался с космических аппаратов. Всего спутник Мессенджер сделал 363 фотографии. Их сейчас внимательно изучают эксперты. Меркурий самая близкая к Солнцу и самая маленькая в Солнечной системе планеты. Они известны совсем немного. Первую карту Меркурия составили лишь два года назад. Британский принц Гарри решил покорить Северный полюс. Почти сразу после мальчишника своего брата Уильяма, который сейчас готовится к свадьбе с Кейт Миддлтон. Гарри прибыл в Норвегию, где присоединился к команде ветераном войны в Афганистане. Я готов к трудностям и к долгим переходам на лыжах, и к ночевке в палатке на морозе минус 40. Все равно моим спутникам, а среди них двое передвигается на протезах, придется тяжелее. Они настоящие герои. Их пример вдохновляет меня. В пятницу экспедиция отправится сначала на российскую арктическую ледовую базу Борнео, а затем в сторону Северного полюса. Для Гарри это не только возможность испытать себя. Путешествие призвано собрать 1 миллион фунтов стерлингов для реабилитационных центров, где солдатам, которые пришли с войной инвалидами, помогают вернуться к нормальной жизни. Экспедиция «Принца» продлится всего 5 дней, так что он еще успеет подготовиться к свадьбе Уильяма и Кейт, которая назначена на 29 апреля. Гарри там будет шафером. Таковы новости к этому часу. Виталий Лукашев. Ольга Карекина. Всего доброго. Оставайтесь на пятом. Субтитры подогнал «Симон»!